ТРАССА СТО ОДИН Приветствую в эфире ТРАССА СТО ОДИН Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Хёндек Рето второго поколения появится в продаже в России летом следующего года. Известно об автомобиле, который сейчас является наиболее покупаемым новым кроссовером, пока мало. Ожидается, что в линейку моторов войдут бензиновые агрегаты объемом 1,5 литра мощностью 115 лошадей и объемом 1,4 литра мощностью 140 лошадиных сил. Кроссовер стоит сейчас минимум 1 миллион 67 тысяч рублей. ТРАССА СТО ОДИН Самые угоняемые в России легковые автомобили – это модели массового сегмента – Хёнде, Кия и Тойота. Об этом заявили страховые компании. Также в группе «Риска» Митсубиши и Лексус. Кроме того, страховщики обозначили места, где чаще всего крадут машины. Это парковки у больших торговых центров, промзоны, стоянки в спальных районах. Что касается первых, угоны, как правило, происходят днем, а последних – ночью. ТРАССА СТО ОДИН Правительству страны предложили продлить действия просроченных паспортов гражданина РФ и водительских удостоверений до конца июня 2021 года. Причина – вторая волна коронавируса. Реакции властей нет, но пару недель назад ГИБДД напоминало, что права, действия которых закончились с февраля по середину июля нынешнего года, надо поменять в оставшиеся до Нового года дни. ТРАССА СТО ОДИН Какие автомобили россияне приобретают накануне Нового года? Каких-то особенных изменений нет, сообщает издание «За рулем». Среди новых легковушек «Пальму первенства» удерживает «Лада Гранта». На втором месте находится «Лада Веста», на третьем – «Киа Рио». Правда, покупатели охотнее раскошеливаются на дополнительные аксессуары, например, чехлы или аудиосистему. В сегменте поддержанных авто ридирует «Форд Фокус», «Вазовская» 14 и «Хёнде Солярис». ТРАССА СТО ОДИН Автоваз готовится серийно выпускать обновленную «Лада Веста». Машина изменится снаружи и внутри, а технических доработок не предвидится. В перечне новшеств другие – крышка багажника и задний бампер, светодиодные задние фонари, светодиодные фары, но только в топовой комплектации, иные – рулевое колесо, панель и дверные карты. О дате начала продаж не сообщается. Текущая минимальная цена «Весты» – 677 тысяч рублей. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эхо Кирова. До свидания. ТРАССА СТО ОДИН